Платоуст в беседе о том, что не должно отчаиваться, говорит нам о молитве. Когда ты увидишь какое-либо случающееся затруднение, то молись Богу. Это единственный и самый лучший способ избавиться от случающихся с нами бедствий. Подлинно молитва есть великое оружие. Хотя бы ты был грешником, посмотри на мытаря, который не был отвергнут, который очистился от такого множества грехов. Хочешь ли знать, какая важна молитва? Это не мое слово. Я сам по своему суждению не осмелился бы высказать этого. Выслушай из Писания, как молитва делала то, что не делала дружба. Положим, говорит Господь нам, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночи, скажет ему, друг, дай мне взаймы три хлеба. А то ты изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст по дружбе с ним, то по неотступности его встав даст ему сколько просит. Лука 11 глава 5-8 стихи. С кем это было? С мытарем. Не был он другом Божьим, но сделался другом. Итак, если бы даже ты был врагом, то через неотступную просьбу сделаешься другом. Посмотри и на Хананиянку, и послушай, что Господь сказал ей. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Матфея 15-26. Почему же он сделал, если это нехорошо, по неотступной просьбе жены, которая достигла этого добра? Дабы ты знал, что чего мы недостойны, того делаемся достойными через неотступную просьбу. Я сказал это для того, чтобы ты неотступно просил. И не говорил, я грешник, и не имею дерзновения, у меня нет молитвы. Кто не думает, что он имеет дерзновение, тот имеет дерзновение. Но кто думает, что он имеет дерзновение, тот потерял дерзновение. Как фарисей. А кто считает себя отверженным и презренным, тот особенно и будет услышан, как мытарь. Посмотри, сколько ты имеешь примеров в Хананиянку и мытаря, разбойника на кресте, упомянутого в притче друга, просившего три хлеба, получившего не столько за дружбу, сколько за неотступную просьбу. Если бы каждый из них сказал, я грешник, я стыжусь, и потому я не должен приступать, то не имел бы никакого успеха. Но так как каждый из них взирал не на множество грехов своих, но да на богатство Божие от человеколюбия, то получив дерзновение, осмелился. И будучи грешником, просил не по достоинству своему, и каждый успел в том, чего желал. Будем же помнить все это и соблюдать, будем молиться непрестанно, бодрственно, с дерзновением, с благими надеждами, с великим усердием. С какой ревностью другие молятся о вреде врагам, с такой ревностью будем молиться и за врагов, и за своих братьев. И непременно получим все полезное, потому что человеколюбив подающий, и не столько мы желаем получить, сколько он желает подать. Итак, зная все это, хотя бы мы погрузились и в крайнюю бездну несчастья, не будем и тогда отчаиваться в своем спасении, но будем приступать с благой надеждой, убедив самих себя, что мы непременно получим, чего просим, если станем просить с установленными им законами. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.